На этой неделе на небе появился новый объект, слабая красноватая точка. Пока ее наблюдают только астрономы, но уже к маю 2011 года ее можно будет увидеть и невооруженным глазом. Это темная планета, она же Нибиру, таинственная часть нашей Солнечной системы. Вероятность ее существования НАСА признала лишь в 1982 году, при том, что шумеры еще 5000 лет назад уже называли ее крылатым диском и утверждали, что появление Нибиру на небосклоне сулит одни неприятности. Какие именно, выяснил Александр Огородников. Может ли небо упасть на Землю? Вопрос уже не актуальный. Прогрессивное человечество ждет более грандиозного события, падения на Землю другой планеты. Конечно, не в прямом смысле слова, но планета Нибиру подлетит к нам так близко, что последствия могут быть катастрофическими. Дело в том, что Нибиру, или как еще ее называют планета Х, гораздо крупнее Земли, а значит, ее гравитационное поле гораздо сильнее. Его разрушительное влияние мы почувствуем в конце 2012 года, когда сближение будет максимальным. Как следствие, изменение наклона нашей планеты, а соответственно и полюсов. Глобальное поколодание, там где сейчас тепло, и очередной всемирный потоп. Две трети населения нашей планеты попросту погибнет. Впрочем, есть и другая версия того, чего нам ждать от загадочной планеты. Согласно одной из теорий, Нибиру — это планета богов. В древних текстах их еще называли Анунаки, то есть сошедшие с небес. Если верить этим же текстам, то Анунаки — это наши предки. Когда-то давным-давно, используя свою планету как космический корабль, они подлетели к Земле и заселили ее себе подобными. С тех пор, раз в несколько тысяч лет, Анунаки прилетают к нам с инспекцией. Раз в 3600 лет она якобы появляется, приближается к Солнечной системе, к Земле. И таким образом Анунаки спускаются вновь на Землю, делают там какие-то свои исследования, проводят какие-то генетические исследования, генетические операции с человеком. И потом опять вот этот промежуток очень небольшой, они якобы перебираются опять на эту планету, и таким образом опять исчезают во мгле времен. Такая периодичность появления на Земле Анунаки определяется орбитой Нибиру. Она, в отличие от траекторий других планет Солнечной системы, сильно вытянутая. Вот и получается, что она то прилетает, то как бы исчезает. Автором этой теории стал знаменитый американский ученый Закарий Ситчин. В своих трудах он опирался на тексты древних шумеров, и в частности на вавилонскую поэму «Энума и Лиш». Для человека, не посвященного, кажется, что это просто легенда о войне богов. Но Ситчин в своих трудах доказывает, что древняя эпопея, хоть и с помощью образов, но точно описывает процесс сотворения нашей Солнечной системы 5 миллиардов лет назад. Шумеры действительно, хоть и жили 5000 лет назад, но знаниями по астрономии обладали чуть ли не большими, чем мы сегодня. Вопрос, откуда они могли это знать? Повод задуматься о том, что мы-то и есть настоящие пришельцы, тем более, что и недостающее звено в цепочке развития человека до сих пор не найдено. Налицо существование некой процивилизации, которая дала толчок вот этим именно трем великим цивилизациям. Индийской, о чем мы говорили, шумерской, египетской и даже центрально-американской. Практически у многих народов есть мифы и предания о том, что их предки спустились с небес. Поэтому сложно так говорить конкретно, откуда они пришли, что это было. 220 генов, они не относятся никаким к земным организмам. Вот то, что интересно, да? Это то, что говорит наука. И то, что это, как бы, говорит в пользу космической версии о том, что, да, действительно, люди произошли от неких космических пришельцев. Является фактом о том, что Атланты 20 миллионов лет назад прилетели на своей планете, которую они потом взорвали. Образовался поиск этих самых метеоритов от этой планеты. И они поселились у нас на Земле. Они привезли здания и малые приборы к нам. Они привезли все представители фауны своей. И, вы знаете, русалки там с хвостами, там и другие представители, которые там развивались. А потом они жили на нашей планете. Игорь Копылов хоть и придерживается космической версии происхождения человека. Но говорит, что представители древней працивилизации прилетели с другой планеты. Хотя Нибиру, по его словам, действительно существует. Правда, по его расчетам, темная планета меньше, чем описывают ее вавилонские легенды. Да к тому же и абсолютно безжизненно. Температура на краю Вселенной примерно равна температуре космоса. То есть минус 4 градуса по Кельвину. Разумная жизнь. И тем более живая природа немыслима до такой отдаления от Солнца. Там мало энергии от Солнца она получает. И там условия для существования жизни абсолютно невозможные. 4 градуса по Кельвину – это примерно минус 270 градусов по Цельсию. Так что для человека обычного на Нибиру действительно жизни нет. Но ведь, по легендам, населяют эту планету боги, много ли им надо? И вообще замерзающий и голодающий бог – это нонсенс, пожалуй, даже для ученых. Кстати, что касается астрономов, по их расчетам Нибиру как бы вообще не существует. Ведь планета таких размеров, что описывается в древних легендах, должна была вызывать в Солнечной системе гравитационное возмущение. А его нет. Объяснить это можно тем, что шумеры сознательно преувеличили массу божественной планеты, как бы наглядно демонстрируя ее космическое значение. Тем более, что в тех же текстах точно сказано – Нибиру – это своего рода большой космический корабль или станция. А вот такие объекты, по мнению астрономов, в далеком космосе вполне могут существовать. В принципе, конечно, за пределами орбиты Плутона, или более правильно сказать, за пределами пояса Койпера, мы вполне можем ожидать наличия крупных тел. И недавние открытия доказывают, что, в принципе, там могут, по крайней мере, размером с Плутон, встречаться еще неизвестные тела. А Плутон, хоть и был выведен астрономическим сообществом из списка планет, не так уж и мал. По крайней мере, для размещения народности Анунаки. Так что, если пока мы и не видим Нибиру, это не означает, что ее нет. Впрочем, истина уже совсем близко. Согласно некоторым расчетам, к 2011 году, темную планету будет видно даже невооруженным глазом. А 21 декабря 2012 года Нибиру пролетит мимо Земли и засияет на нашем небосклоне яркой красной звездой, словно второе Солнце. Кстати, по случайному ли совпадению или нет, но именно в этот день заканчивается и нынешняя эпоха календаря Майя. Каждая эпоха, которые были и которые будут, изображается в виде долгой продолжительной ночи, после которой возникает, наступает пробуждение. То есть, вот сейчас эпоха заканчивается, заканчивается ночь. Должно взойти Солнце по-майянскому, если верить майянской легенде, и должно произойти пробуждение человечества. Это описывается как некий процесс, в общем-то, очень позитивный процесс. Процесс, которого люди ожидали там долгое время, готовились к нему, ждали его. И когда он наступал, в общем-то, все становились очень счастливы. И хотя в текстах Майя ничего не сказано о планете Нибиру, ни связать эти два события просто невозможно. Тем более, что и у шумеров, и у индейцев этот день, 21 декабря 2012-го, так или иначе связан с приходом на Землю богов. В людях, если верить опять же текстам Майя, должны проснуться какие-то сверхъестественные способности. Сверхъестественные не с точки зрения законов природы, а сверхъестественные с точки зрения наших представлений сегодняшних об этих законах природы. Ну, собственно говоря, вот по описаниям можно подумать, что люди, собственно, и станут богами. Конечно, относиться ко всем этим легендам можно по-разному, но и сторонники, и противники согласятся в одном. Ждать осталось недолго, а значит, время уже совсем скоро все расставят по своим местам. Александр Огородников, Дмитрий Кочурин, Елена Микертычева и Максим Давыдов в центре строительства.